Шахтаг Мы, как только открыли глаза на этот мир, поднимаем туда свои отары. Вот как сейчас. И дорога эта устала от нас. По ней ходили еще наши предки. А теперь идем мы. Летом вверх в горы, зимой вниз в долину. Хыналык. Наш родной дом. Наша земля. Родной очаг. В давние времена наши предки сделали его своим пристанищем. Сердца свои связались с этими горами. Наши матери, сестры перенесли на этот ковер яркие краски горных цветов. А когда мы приходим в горы, из каждого двора нашего села разносятся запахи свежеиспеченного хлеба. Хыналык так встречает своих детей. Хлебом и солью. Язык хролексов единственный в мире. Даже в соседнем селении его не понимают. Время оставило на камнях историю наших предков. Говорят, это весточка из 12 века. А эти надписи никто не распознал. Жизнь нашего народа была трудная, безрадостная. Вот так. Каждый год, когда мы приходим в горы, нас встречает праздник школьников. Сегодня им вручают свидетельство об окончании школы. Первым учитель поздравил своего любимого ученика Сейдага Хансеидова. Теперь перед ним открыто много дорог. Наши дети сердцем связаны с родной землей. У Мирджахан Садыховой решение окончательное. Она выбрала работу на совхозной ферме. В этот час мать и отец ее не скрывают своей радости. У нас в селе Ханалык есть и свой художник Асфар Хабилов. Это его первые шаги. Но кто знает, может придет время, мы увидим его работы на выставках. Художники к нам часто переезжают. Народный художник Республики Морал Рахманзаде. Художник Расим Бабаев. Видный мастер-чистый Саттар Бахнузаде. Эти картины посвятили нашему Ханалыку. Рагим Алхасов, директор школы. Он же поэт. В своих произведениях воспевает наши родные места. Красавец Ханалык и его трудовые будни. Сатэ дамдамынға, са тареф кэмен. Кул дур саршинэси, пол тохун қоме. Захия задта куй, сэрин мучәдим. Сэйл хадму фэрэ, лэгери қоме. Охурта тарефир, лэк шири кақ. Сам халамы сүрюд, дахи копту. Сып кокчы мандыр, я, Это мой отец. Сорок лет ходил он по горам с Атарой. Сейчас вышел на пенсию. Но сердце его не терпит. Часто приезжает к нам на пастбища. В нашей семье все с детства держат в руках чумах и носят пурки. Это я. Отца я с вами познакомил. Брат Махмуд. Тоже чабан. Арза ветеринар совхоза. Конечно, есть у нас и трудности. Иной раз собрание проводим прямо на пастбище. Собираются все. Зоотехники, экономисты, совхозные бухгалтера, ветеринары, заводделения, чабаны. Перекидываем, спорим, говорим о новой пятилетке, думаем об улучшении экономики совхоза, о заготовке кормов на зиму. Вопросов много. Давная традиция. Как всюду девушки у родника обсуждают сельские радости. Вы когда-нибудь бывали у нас на свадьбе? Если нет, добро пожаловать. По нашему обычаю, каждый дом несет невесте подарки. Хон-чу. А это Дарч Хабанов. Комната невесты. И на нее специально седлает коня. По обычаю нашего села, дядя невесте уступает ей место в сельде. Приезжайте к нам. Народ у нас хлебосольный, костеприимный. Не смотрите, что дорога трудная. Приезжайте. У председателя сельсовета Ибадуллы Мирзоева есть вам что сказать. Наше село находится на высоте 2350 метров над уровнем моря. Эту дорогу мы провели сами, своими силами. Но ездить по ней можно только летом. Пришло время открыть для хонолыкцев настоящую широкую шоссейную дорогу. Верно. Большую дорогу должен иметь хонолык. Широкую дорогу общения. Широкую дорогу.